Всем привет, ребят, с вами Мастер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. Сегодня вместе с вами мы обсудим аркаду, которая не работает уже на протяжении недели, может быть даже больше. Я записывал видос на второй канал где-то недели две назад, когда у нас появились только первые проблемы с этим замечательным ивентом. Ну и уже на протяжении довольно длительного периода времени он не работает от слова совсем. И от разработчиков игры у нас была лишь одна информация неделю назад о том, что аркада на паузе и то, что есть ошибки, которые возникли в работе этого ивента и он не работает правильно. Ранее была информация о том, что это связано с как раз таки тем, что была утрачена база данных, которую восстановили спустя две недели. Помните, когда у нас игра не работала? Но все так же есть какие-то определенные проблемы со статистикой, с работой данных, которые приходят как раз таки от игроков, которые бьют, например, звезды и ходят в ивенте. И эти проблемы на сегодняшний день не решены. Да, что же будет в дальнейшем с аркадой? Пока что неизвестно. Мое одно из предположений это выдать награды всем тем участникам, которые приобретали этот замечательный пропуск, можно так сказать, да, аркадный. Ну, либо же пофиксить все ошибки и продолжить этот ивент. Если уж есть информация о том, что аркада на паузе, то надо ее будет продолжать и заканчивать. При том, что у нас оставалось, если я не ошибаюсь, еще 8 или 9 сундуков до окончания этого ивента. Хотя, в целом, он уже должен был подходить к этому времени, к своему логическому завершению. На сегодняшний момент времени можно смело сказать, что аркада из всех последних ивентов... Получается самым провальным ивентом, потому что, ну, за последнее время, наверное, ни с одним ивентом не было столько проблем, да. И когда у нас только были анонсы о Аркаде, о еще тогда Черной Пятнице, когда у нас игра еще не легла, да. То, что потом уже анонсировали вот эту вот потерю контроля, да. И ожидания были прям супер жесткие, то, что у нас будет безумно большое количество ивентов. Плюс скидочные акции по типу Черной Пятницы, потом уже новогодние ивенты. И все в совокупности должно было привести к тому, что в декабре и в конце ноября у нас должно было быть большое количество крутых ивентов в игре, да. По итогу, что мы увидели? Две недели у нас сначала игра не работала. Дальше у нас восстановилась игра, восстановилась Аркада. Но и появились новые ивенты, появилась Черная Пятница. Все нормализовалось, все начало работать адекватно и четко. Но потом все равно упала эта Аркада, да. То есть с Аркадой остались какие-то проблемы, которые не решены. Поэтому я лично надеюсь на то, что у нас будут компенсированы призы. При том, что призы в этой Аркадии очень-очень крутые. И я очень сильно надеюсь, что эти призы нам удастся вместе с вами забрать. Потому что если просто посмотреть на новые устройства, на то, что здесь тысяча танкоинов, соточка золотых ящиков, да. И все вот это в совокупности. Выглядит прям реально прикольно, достойно, да. Но ивент продолжиться пока что не может. Половина сундуков открыта, половина не открыта. То есть взять и просто закончить Аркаду на такой ноте нельзя. Потому что это, ну как бы незаконченный ивент, да. И он не работал, не функционировал. И поэтому взять, закончить его, например, на середине и выдать только лишь то количество сундуков в каждой фракции, которые они достигли, это как-то будет нечестно. Но если взять и выдать все призы, в виде как дополнительной компенсации, то это было бы достойно, да. Но, 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 с другой стороны, вы понимаете, мы должны понимать, что это очень жирно, да. То есть здесь есть Кризис, есть здесь Броник, есть здесь 4 устройства, тысяча танкоинов, еще и 100 голдов, да. И каждой расходки по тысячонке. То есть это выглядит чересчур жирно. То есть как поступить правильно в этой ситуации? Ну, наверное, стоит... Решить все проблемы и завершить на позитивной, хорошей ноте этот ивент. Но, все так же остаются вопросы, когда, когда это заработает, да. Когда этот ивент начнет работать. Информации нету. Очень сильно надеюсь на то, что в ближайшее время эту информацию от разработчиков мы вместе с вами получим. Потому что у нас идут ивент за ивентом, ивент за ивентом. И хотелось бы, хотелось бы видеть и окончание благополучное этого ивента, получение дополнительных наград. Новых устройств, которых еще никто даже не видел. Ни Пульсар на Скорпион, ни Смерч на Скорпион, ни Джавелин на Скорпион, ни Гром с лечением. Да, то есть, этих всех устройств никто еще не видел. Их никто еще никогда в жизни не тестировал в матчмейкинге. Да, может быть, только там Орех их сам протестировал, да. Поэтому я лично очень сильно надеюсь на то, что все это у нас возобновится, заработает. И мы вместе с вами сможем зафиксировать все эти награды. Ну, а что вы думаете по этому поводу? Ну, что вы думаете по поводу неработающей аркады? По вашему мнению, когда это все дело возобновится? И какое решение по-вашему было бы правильное? Выдать все призы? Либо выдавать призы это супер жирно? И стоит, как говорится, восстановить этот ивент и завершить его в полной мере и в полной комплектации. Если ждете возвращения и хотите, чтобы аркада заработала, то обязательно, конечно же, поддерживаем данный видос лайком. Подписываемся на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Но и не забываем про текст создателя контента, который находится в настройках игры. В аккаунте кема личный тег. Это тег ТМП, устанавливайте его, поддерживайте меня, участвуйте в розыгрыше. Вся информация по розыгрышу есть в описании. Ждем восстановления этого замечательного ивента. Ну и, конечно же, ждем дополнительной информации от разработчиков нашей игры. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.